Женщин зачастую принято представлять нежными и трепетными созданиями, между тем немало из них военных, медиков, пожарных, многие трудятся на заводах. В честь международного женского дня мы решили найти женщин, которые каждый день доказывают, слабый пол не такой уж и слабый. Мимо Марины Морозовой не пройдет ни один ребенок или родитель. Охранник школы номер 31 всегда на страже порядка. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как пройти к директору? У вас документ есть с собой? Да. Марина Георгиевна за свою жизнь сменила несколько профессий. Почти все из них считаются не совсем женскими. Слесарь на фабрике, сопровождающий грузов в РЖД и вот теперь охранник. Трудится уже шестой год. Я подстраивался, я искала профессию, та, которая нужна. Та, которая востребована именно сейчас. И можно работать в это время, быть нужной. Чтобы стать охранником, необходимо пройти специальные курсы. Морозова рассказывает, проблем не возникало. Главное сдать все нормативы, которые, кстати, такие же, как и у мужчин-коллег. Но важна не только физподготовка. Без умения наладить контакт работать сложно. Дети, дети, у них разная реакция. Иногда бывает, что не знаешь, что ожидать от ребенка. Ну, надо как-то предугадать это. Одного охранника они могут отвлекать, чтобы отошел, другого тоже. И чтобы выйти из школы. Но у нас сейчас такие условия, что ребенок должен находиться в школе, пока не кончится последний урок. Марина Георгиевна работает в школе вместе со своим мужем Анатолием Викторовичем. Такой тандем на посту даже улучшает эффективность работы. Очень надежный напарник. Всегда поддерживает, подменит. Все делает как надо. А вот эта хрупкая на вид девушка защищает жизнь химчан на воде. Спасателем Екатерина Зинкова работает уже 6 лет. Началось все в подростковом возрасте, когда она пошла в школу юного спасателя. Затем Екатерина получила профессию экстремального психолога. Это те люди, которые в чрезвычайной ситуации помогают пострадавшим. Поэтому к работе в МБУ «Химспас» девушка была готова на все 100. Правда, трудности пришли откуда не ждали. Вся форма шьется больше. То есть, например, на мой 40-42 найти форму только под заказ можно. То есть, все стандартные размеры начинаются с 46-го. Екатерина работает в мужском коллективе. Говорит, коллеги оберегают и поддерживают. Но и спуску тоже не дают. Я не скажу, что я уникум. Просто нужно подходить под требования и пройти аттестацию. То есть, на аттестации требования к девушкам и к мужчинам, они одинаковые. Праздник 8 марта эти требования тоже не отменяет. Даже в этот день они на посту. Охраняют жизнь и спокойствие жителей. А вот химкинские автоледи отмечают праздник ярко и масштабно. Несколько десятков машин выстроились в знак «Дама за рулем» на парковке одного из гипермаркетов на Ленинградском шоссе. Ксения Брагина, Николай Забродин, Алексей Сыченко и Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.